Всем привет! Рада приветствовать вас у себя на канале и сегодня у меня будет очень интересное видео. Я надеюсь, что вам оно тоже очень понравится и главным героем данного видео будут воспоминания 30-летней давности и моя мама. У нас с ней разница в возрасте как раз 30 лет с таким небольшим хвостиком. Итак, у меня тут в пакете определенный товар из сети магазинов Watsons. Кстати, оно является спонсором данного видео и обязательно дождитесь конца видео, я сделаю анонс конкурса. И еще одна новость. Сеть магазинов Watsons ежегодно проводит премию HWB. По мнению покупателей Украины, награждаются лучшие бренды, представленные в этой сети. И вы можете повлиять на результаты, стать своего рода экспертом и проголосовать за понравившийся вам товар. Ссылочку я оставлю в описании. Рада представить вам мою маму. Ее зовут Оля. И сейчас я буду с пакета доставать определенные вещи, мам. И тебе буду их давать. А ты расскажешь, были ли они 30 лет назад. И если их не было или они были в другом каком-то амплуа. В общем, все нам больше рассказывать, потому что очень-очень интересно. Итак, у меня тут много чего. Я подумаю, с чего бы начать. Ну, начну, наверное, вот с такой вот вещи. Это клин. Он помогает нам в данном времени мыть поверхности стекла и зеркал. Как вы делали это 30 лет назад? И нашим детям очень повезло. Им легко жить. А мы мыли, делали мыльные растворы, мыли салфетками тряпочными. Это которые эти... Марля. Ткань с хлопкой. Во, хлопок. Потому что я знаю, до сих пор иногда использую... Если дома у меня закончились специальные, можно сказать, тряпочки для уборки, то я начинаю искать какую-нибудь тряпочку из хлопка. Может быть, старую майку. Полотенцы вафельные. Ну, в общем, кто на что-то гораст. Мыли полностью от пыли, от грязи, подоконники там, все полностью. А потом, чтобы окна блестели, мы промывали их чистой водой. Оксиса. Да? Ну, это добавляли потом. Я помню, мама заставляла меня мыть окна, но мы вместе мыли. Она меня учила, как надо правильно. Не подсказывай, я сама расскажу. Да я же не подсказываю, я вспоминаю свое детство. А, вот как. Вот, а потом, это ты детство, а я говорю, нашу молодость. Ну, ладно. Без тебя пока. Хорошо. Потом брали газеты. Как ты без меня? И газетами терли, чтобы у нас все блестело. Окна. И они сверкали. Но были разводы, очень долго старались. Ну, приблизительно так. Следующее, что я достаю, это такая вещь. Ну, она как бы всем нам нужна, но не все о ней говорят. Та-ра! Туалетная бумага. Сейчас много разнообразных, мягких, с запахами, цветные. Раньше такого не было, это я знаю точно. Тем более 30 лет назад. Такого у нас не было. Но у нас была туалетная бумага. Тоже в рулонах. Очень жесткая. Такого земляного цвета. И за ней всегда стояла очередь. Все серьезно? Ну, да. Брали такие вещи мужчины. И вот они, прямо такой рулон, как бублики раньше, на такой веревочке. И дети вешали на шею и бежали там купленными домой. А у нас мужчины. На плечо их закидывали, только вместо бубликов вот такие рулоны. Я с пакета подоставала, чтобы он не шумел, и положила за себя. Мама тоже не видела, что это. Так интересней. И достаю я, тада, это тушь для ресниц. И у меня есть определенное очень смешное воспоминание. И я вам расскажу, если мама это не упомянет. Тушь для ресниц. Помню ленинградскую. Да. Держи меня. Кто помнит ленинградскую, напишите обязательно в комментариях. Ну, мы ленинградской тушью начали пользоваться уже в 16 лет. Раньше нельзя было, ну, в 16 уже подходила к этому возрасту. Ну, если считать, что в 17 выходили замуж, то в 16 это уже чуть ли не 25 у нас. Да, я рано вышла замуж. Мы сейчас про тушь, не про замужесть. Ну, да. Ну, у нас была ленинградская тушь. Была такая пластмассовая кисточка. Даже не кисточка, а щеточка. И такие тоже вот. Если глаз, я просто помню, она была такая жесткая. Если в глаз кольнуть, можно без глазу остаться. Да, ну, как мы ее накладывали, тушь ложилась ужасно толстыми такими кусками и сразу слипалась. Некоторые там с хитростью, иголочкой мы вот так реснички отделяли. Точно без глаза можно просто. Не, ну, это аккуратно, мы же девочки были осторожные, сообразительные. Ну, вот. Некоторые зубной щеточкой там, этот, пушили. Ну, я тоже так. Открывали, и нечем было, воды не было рядышком. И мы, конечно, туда в тушь плевали. Разочек плюнешь, второй раз поправишь. Я видела, как это делает мама. Мама уходила на работу. И что я делала? Я брала эту тушь, делала то же самое. Прекрасно. А сейчас детская тема. Есть много разных средств для новорожденных. Вот, я держу сейчас. Тройная защита для малыша. Представьте, тройная защита. То есть, очень много средств разнообразных для того, чтобы искупать ребенка. Как это было раньше, мам? Вот, ну, в чем купали, как купали? Держи. Сейчас проще. Когда мы приносили младенцев, своих деточек, с роддома. Ну, и начинали каждый вечер купать их. Купали, в основном, разводили слабый разбор марганца. Марганцовки. Я помню. Да. Я Демку тоже в марганцовке купала, пока пупочек не отпал. Хочу сказать о купании. Давай. Вот. Купали детским мылом. Мыло у нас было там и Аленка, и просто детское мыло, буратино. Вот такие мыло. Они были по ГОСТу из натуральных жиров. Поэтому мы все пользовались только детским мылом. И пеленки, кстати, мы стирали тоже, и распашонки детским мылом. Вот. Ну, секрет у нас был такой, когда купание было еще от моей бабушки и мама. А, я помню. Да. Ну, вот ты говорила, что в каком растворах или в чем там травяные. Вот. Трава была, называлась любысток. Это мама сейчас вам открывает тайну, на самом деле. Да, купайте своих деток. Вот. Почему? Во-первых, она снимает воспаление. Очень такая. И, кстати, сейчас в аптеках она продается. Мы Демочку уже покупали эту траву. Когда он был новорожденный. Да. Я всех детей своих люблю. Это любысток, это такая трава. Воспаление снимает, раздражение детское. И в то же время, и название не зря, любысток. Кто младенцев моет в этой растворе, вот, этих детей потом очень все вокруг, окружающие, по самое, ну, от рождения, в школах, в детских садах и вообще, очень любят. Не знаю, работает или нет, но верить и попробовать всегда можно. Так что, если что, возьмите на заметку. Та-дам! Краска для волос. Судя по маминым фотографиям, она красилась. Потому что была и темненькая, и светленькая, и рыженькая. Вот, мам. Тебе краска? Рассказывай. Как было? Всегда красилась. После школы. И даже, мама тоже моя красилась. И в школу, когда было 16 лет, мы красили волосы. Магагон называлось. Оттеночный такой. И когда приходили с такими оттеночным рыжеватым, таким красноватым, говорили, ой, покрасила. Нет, это на солнце там играет. Потому что у нас не разрешалось красить в школу. Назывался черный тюльпан. Такой темный, с отливом бордовым. Ну, я его очень сама любила. У меня было много запасов. Я его всегда употребляла. А вот этот красный магагон я не очень любила. Я была блондинкой. Ну, у нас это я красилась уже не в домашних условиях, а ходила в парикмахерской. Там было именно немецкое производство. И последнее, что я сейчас буду показывать маме, это тональное средство. У меня сейчас тут лореаль. И хочу тебя спросить, как вы справлялись, чтобы был ровный оттенок. То есть были ли какие-то тональные средства? Да. Дармакол. О, боже. Первое, что было название. И этот самый. Вот когда он появился, ну, я заказала его, мне привезли его, нигде не было. Но я попробовала один раз. Наложила его там слоем каким-то, как там по рекомендации. Тут же вымала лицо свое и больше никогда не употребляла. У нас недавно была фотосессия. И вот Танечка мне сделала макияж. И так все это легло на это самое, и цвет лица, и это все было гладко, замечательно. У нас такого не было. Мамуля, огромное спасибо за такое интервью. Огромное просто. Было очень приятно вспомнить свое детство, мамину молодость и... Юность. Юность. Сейчас будем смотреть фотографии, какие-то фотографии я обязательно вставлю вам в видео. Я обещала рассказать вам про конкурс. Конкурс будет проходить у меня на канале в ближайшее время. И призом будет коробочка с определенными товарами с магазина Ватсонс, которые мы с мамой для вас соберем. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Ваша Запорожская. Люблю, целую. Пока-пока. Музыка. Музыка.